Забор выше человеческого роста. Он растянулся на десятки метров. На сетке два траурных венка – искусственные цветы. Они напоминают о трагедии, произошедшей здесь 26 июля. Тогда на Нижнем пруду утонули сразу три школьника. Десятилетние братья-близнецы и их девятилетний друг не смогли выбраться из воды. Дабы подобное не повторилось, в администрации города приняли решение ограничить подступ к воде. И это правильно, считают димитровградцы. Ограждение, конечно же, помог, но надо полностью огражать, конечно же, всю территорию. А вот здесь вот идет территория только до дерева. Надо дальше продолжать, потому что смысл-то нет. Они дальше все равно будут пролезать, они будут рубить ветки, деревья и купаться. Я считаю, что не только здесь нужно делать ограждение, а еще вот там вот дальше, потому что тоже можно пройти там. На этом пруду постоянно играют детвора. Кто-то просто играет у воды, но есть и смельчаки, которые, не боясь, лезут в воду. Мы купаемся на пляже, и вот и здесь купаемся на берегу. А здесь? Здесь нет, мы боимся, здесь глубоко. Здесь разу два-три купались, и больше не купались. Купались? Да. Потом услышали, что здесь три мальчика утонули, потом не купались. Ну, что можно было здесь, вот они сделали, загородили, но доступ все равно к реке в любых местах, он здесь есть. В любом месте, и здесь можно, и там можно залезть все равно. Просто, чтобы родители проводили беседу с детьми, чтобы контролировали их, по крайней мере. Хочется надеяться, что ограждение все-таки поможет, и на этом месте уже больше никто и никогда не утонет. Юлия Лаптева, Виталий Немов. Наше время. Юлия Лаптева, Виталий Немов.